То есть перед тем, как венчаться, молодые должны прийти? Молодые должны, если строго подходить к венчанию, во-первых, они должны быть уже воцерковленными, они должны понимать, что происходит, они должны уже неоднократно причащаться, причастие это в том числе и воцерковление, исповедаться. И поэтому, когда они решают, оба решают, и не папа, мама за них, а они именно сами решают венчаться, они должны прийти на подготовку, они должны исповедаться, они должны причаститься, можно накануне, можно несколько раньше. Исповедь должна быть индивидуальной? Ну, конечно, исповедь всегда индивидуальной. Во время литургии бывает и общая исповедь, но здесь перед венчанием обязательно? Здесь исповедь индивидуальная. И они должны понимать, что происходит, что это, в отличие от ЗАГСа, Как говорится, раз и навсегда. Вот я позволю себе прочитать, что об этом мы находим, что мы читаем, кстати сказать, во время браковинчания. Смотрите, как это говорится в Евангелии от Матфея. И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою свою? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А в другом месте, мы уже несколько позже об этом говорим, уже даются наставления создавшим уже семью. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть мы видим, что те, кто действительно серьезно подходит к этому, они со всех сторон готовятся к венчанию. Увы, к сожалению, сегодня это модно. Люди пришли, до этого никогда не приходили, после этого они придут.